В следующий период мы отрываемся от присяжной адвокатуры. Революция была надломом, конечно же, надломом вообще адвокатуры, но и адвокатура подошла к революции очень негативно. Адвокаты стали терять авторитет, появились очень нехорошие вещи, например, ограничение религиозной доступа к адвокатской профессии. То есть она стала большей частью реакционной, а 17-й год уже ее доконал до конца. Итак, в 17-м году мы небольшой промежуток рассмотрим сначала от 17-го года до 1922 года. В этот период пробовали разные модели. Разные модели адвокатуры, какая пойдет, не знали. Потому что революция – это всегда что-то новое. Вот было так, а давайте попробуем по-другому. Итак, что испробовали буквально за несколько лет. Итак, первое. Это в 17-м году отменили профессиональную адвокатуру. Каждый мог быть адвокатом. Считали, что зачем нам корпорация, зачем нам профессионалы. Вот дядя Сережа, пусть защитит дядю Колю. Потому что Коля хочет дядю Сережу. Пожалуйста. И его пускали в процесс. Там суд и свободный адвокат. Но, видать, дяде Коле не понравился дяде Сереже, как он его защищал, если он выжил после этого процесса. И через некоторое время появилась потребность вообще что-то поменять. Следующий этап. В России создали государственную адвокатуру. По примеру, немецкой. Но, так как государство не стремилось выделять на это какие-то денежные средства, какие-то финансы, их было очень мало, и они, опять же, не смогли оказывать качественную юридическую помощь. И третий этап. Была создана советская адвокатура. Были созданы коллегии адвокатов. Это 1922 год. Вообще-то, к адвокатам очень относились власти, да и всегда относились с большим недоверием. Вот почему присяжных поверенных очень долго не было у нас, потому что и Екатерина, и Петр, и Николай II, он говорили, как адвокаты? У нас адвокаты. Вспомните Францию. Во Францию Марат, Мирабой, это все же бывшие адвокаты. Вот мы сделаем у нас адвокатуру, и у нас появится революция. К несчастью, Николай II не ошибся. Перед вами фотографии двух известных лиц адвокатуре. Первый, это Кирилльский Александр Федорович. Это первый премьер-министр нашего временного правительства после Царского. Вот он, он присяжный поверенный. А второй, Ульянов Владимир Ильич, он чуть-чуть не дошел до адвокатуры, он ушел в политическую деятельность. Он был помощником присяжного поверенного. И как мы знаем, эти двое людей сломали, стояли как бы основные организаторы слома того строя, которое было. Вот в моей коллекции есть интересный значок. И я вам такой небольшой дешевый значок, киосковый так называемый. И на нем очень интересное изображение. Это периода советской адвокатуры. Это щит и в центре профиль Ленина. Конечно же, его там расположили не из-за того, что он помощник присяжного поверенного. Его расположили потому, что это идол советского государства был. Но получилось так, что в этом значке адвокаты прослеживают свою историю аж к присяжному поверенному. Надеюсь, никто из власти не обратил на это внимание, потому что, если бы они это знали, я думаю, не поздоровались бы тем, кто создал этот значок. Итак, советская адвокатура была следующей структурой. Были созданы коллегии адвокатов. В каждой области или республике СССР были созданы коллегии адвокатов. То есть адвокатура уже стала приобретать массовый характер. Для поступления в адвокатуру необходимо было следующее требование. Адвокатские цензы. Их всего лишь два. Опять же, это высшее юридическое образование и стаж. В данном случае два года. Но здесь была одна хитрость. Вроде бы вот два цензы и все. Образование уже можно было получить. Уже вузов достаточно много при советах было. Но была тонкость такая. Адвокатура стала... Ну, де-факто. Де-факто она была закрытой корпорацией. То есть, чтобы стать адвокатом, надо было, чтобы освободилось место. То есть, или там умер какой-нибудь адвокат, или вышел. И только тогда можно было зайти. То есть, формально вы могли стать адвокатом, но реально, пока вы не договаривались с юридической консультацией, где место освобождалось, вы адвокатом стать не могли. Следующее. Коллегия адвокатов создавала юридические консультации. Например, у нас была коллегия адвокатов Сталинградской области. И, соответственно, в каждом районе Сталинграда были созданы свои юридические консультации. Центрального района, Дзержинского района и так далее. И адвокаты осуществляли свою деятельность именно в этих консультациях. Ну, консультация, слово консультировать, у них был график, они приходили на работу, там уже стоит очередь, они выслушивали, давали консультации по определенным расценкам, установленным Министерством юстиции. И если там необходимо, надо было взять процесс, они брали это дело и его вели. Признаки советской адвокатуры. Какие вот основные, чтобы нам ее отличить от других? Первый признак это жесткий контроль государства. Министерство юстиции очень четко отслеживало адвокатов. Их моральный уровень, их уровень подготовки. Например, в свое время адвокатуру буквально загнали коммунистов, потому что их там было очень мало. А когда загнали, оказалось, что коммунисты не квалифицировали. И стали срочно исправлять ситуацию. Вот это все было под протекторатом государства. И второй признак. Адвокатура стала массовым явлением в России. Все-таки надо отдать должность советской адвокатуре. Хотя бы у нас уже не три адвоката в Царице не было, а в Среднераде уже около 300. То есть количество адвокатов стало расти. Следующий этап российской адвокатуры, это последний этап перед современной адвокатурой. Это этап вольный адвокатур. Он связан с 1988 годом. И характеризуется следующим. Появлением параллельных коллегий адвокатов. То есть адвокатская монополия была разрушена. Если раньше, если стать адвокатом, вы должны были поступить в одну коллегию, то здесь коллегий стало несколько. Количество адвокатов резко возросло. Буквально за несколько лет в Волгоградской области с 300 адвокатов, адвокатов стало 1200. То есть огромный рост адвокатов. Огромная конкуренция в адвокатской деятельности. И в данном случае это, конечно же, рост адвокатуры, который завершился 1922 годом, моментом принятия закона об адвокатуре. Как пойдет адвокатура дальше, нам мы только можем наблюдать, неизвестно. Но она уже получила номинование современный этап. Это чиновная адвокатура. Так ли она останется, или что-то изменится, мы с вами поговорим на других лекциях. Вопросы? Спасибо. Спасибо. Спасибо.